Видите, тут стулья попадали. И вот когда-нибудь там в окошко все залетит? Вася, айдай сюда! Айдай! Ну что, в гараж? Э! Козли на них хватит, сволочь. Ребятки, видите, как эти мюльки, бочки мысленные, как дружно попадали. Я же в ветерок такой шибкий был. Сейчас нам все их поднимать, а там вода внутри. Вот такие дела. Добрый день, друзья, сегодня снова с вами Вальдемарка. Короче, ребята, погода у нас барахло. Я даже сегодня утром снимал, когда я инстаграм выставлял. И вот, ребята, вчера целый день, так, дождь, дождь, дождь. Я думал, у тебя кое-что еще хотел поделать. Значит, где-то надо цветы, я же говорил, да, прополоть надо было. Те, которые цветы уже отцвели, чтобы подрезать их. Думаю, я удачусь в воскресенье, пораньше встану и сразу сделаю. Я всегда рано встаю. В общем, 7 часов утра. Уже все, оделся. Вышел на улицу, и дождь начался. И целый день, ребята, дождик бузовал-бузовал. И сегодня такая же песня. Ветер. Все везде валяется. По радио слыхал, значит, поезда с Бремена на Ганнофе вообще закрытые. Деревья там попадали. Проехать там не могут. Где-то неделю назад, наверное, когда тоже был такой ветер, то же самое было. Именно с Бремена в Ганнофе почему-то не могут деревья поотпиливать, что ли. Постарально деревья падают. Но я сюда сейчас ехал и думаю, а если вот так вот, понимаете, когда поезд едет, и дерево как раз упадет в этот момент, там значит, намного чего можно натворить. Что они не отпиливают? Заранее. Видите, что дерево высокое. Взарьба, отпилили его. Есть такая, что есть возможность, что можно пасть именно на рельсы. Ну, не знаю. Постоянно именно, когда с тобой шибкий ветер. Постоянно это самое. Поезда потом редко ходят. Намного реже ходят, чем обычно. Вот как-то так, ребята. Короче, погода, всего уже тепла. Ждать, наверное, уже и не стоит. Хотя я, в принципе, надеялся. Помните, я вам говорил, что у нас даже бывало. В октябре было тепло, весь октябрь был теплый. Ну, что-то сомневается, Захарка, что погода в октябре будет отличная. Да я сейчас сомневаюсь. Ну, по-любому, ребята, лето, в принципе, не было плохим. Нормально пойдет, хорошее лето. Тепло было, нормалек было. Как раз совпадало там. Первые, когда я три недели брал, отпуска было вообще великолепно. В конце мая я брал. Три недели, вообще хорошая погода была. Как мне сейчас вспоминается, да. А когда я второй раз уже брал, в конце августа, там маленько было, такое, что маленькие дожди шли. Ну, в принципе, лето нормально было. Я имею в виду, еще сравнивать, я сравниваю с Германией, да, по сравнению с другими годами. Ну, в принципе, нормальное, нормальное лето было. Скажут, так тепло, нормалек было все. Это так, ребятки. Все, я отработал. Сегодня понедельник. Как вы знаете, в воскресенье и в субботу я никогда видео не выставляю. Но отдыхаю. Отдыхаю просто. Ребята, вы должны понять, что, допустим, я все-таки уже не молодой, да, и работаю я все-таки физически. И именно вот это, когда в субботу и воскресенье, как раз это росла буха. То есть я там, ну, пивко попью, смотрю, телевизор, кино смотрю. Ну, как не телевизор, я в Ютубе смотрю. Потому что я телевизор не смотрю ни немецкий, ни русский, а телевизор вообще уже года два, наверное, не смотрю. А вот в интернете вот еще найду какие-то фильмы. Ну, я все попадаю на них, постоянно на них и те же. Но мне, мне нравятся, допустим, военные фильмы, да, про войну или исторические какие-то там фильмы. Ну, мне хочется, конечно, которые, ну, современно уже снятые фильмы. Не то, что старые, еще, которые в Советском Союзе снимали. Эти фильмы я уже давно видел. Там совсем уже, может быть, по-другому не снятые. А именно мне нравится, как по-современному снимают. Вот. Ребята, пишите в комментариях, посоветуйте название каких фильмов можно еще посмотреть. Я думаю, впереди зима, надо будет что-нибудь вечерами делать, да. Стримы я что-то обленился, стримы не делаю. Там, все наладит еще надо. Надо рехать это попросить. У меня опять все там наладилось, чтобы, может быть, будем делать даже эти прямые эфиры. Хотя, в принципе, я еще и буду делать прямые эфиры, то оставлять их по-любому на канале я у себя не буду. Видите, мужики тоже ходят с этими зонтиками. Между прочим, мой зонтик сегодня был накрылся. Ветер такой шибкий. А у меня дешевый он. Такая вот дешевка. Видите зонтик, да? Видите, все уже здесь. Одепалки торчат. Это можно, конечно, одеть на место, но дешевка она была. Она все одевается, в принципе. Надо вот это сделать. Если, допустим, ветра нет, он пойдет нормально, в принципе. Я покупал уже давно уже, когда, по-моему, теща, наверное, умерла, я тогда покупал штук шесть, наверное, зонтов этих. Ну, когда на похороны, может, погода тоже была непонятно такая, да, была, ну, как, я теперь даже не помню, когда она умерла. Осенью, наверное, осенью все-таки. Или весною. Короче, погода была тоже, ребята, как сейчас такая вот нехорошая. И я подумал, что все-таки надо купить, я думал, наверное, зонты взять. Поэтому я и брал дешевые. Думал, ну, на раз там, чтобы люди, чтобы кто-нибудь с собой не взял зонтик, да, ну, понятно, да, люди там и пожилые, допустим, на похоронах. Вот, я бы купил штук шесть, наверное, сейчас уже не помню. Вот, мне два где-то осталось, те все разломались постепенно. Ну, я и покупал, в принципе, чтобы на один день, они стоили, там, по-моему, два евро или три евро стоило один зонтик такой. Ну, именно для этого случая брал. Думал, нет, здесь поезд валяется. В машине кто лежит так. Я говорю, когда ветра нет, так нормально. А так ветер, как дон, мы как розочка в другую сторону. Сапинаса мокрая. Наверное, в кроссовке были мокрые. Вода была утром, набежала туда. Скорее всего, это, наверное, с джинсов сбегает. Конечно, погода неприятная такая. Ну, что сделать? Осень, да, осень. И вообще удивительно. Видите, сейчас дождик кончился. Получилось так. Утром поехал, дождик шел, намочился. Сейчас у нас работа кончилась, пока опять дошел до машины. Опять дождик был. Опять штаны мокрые. Вот такие вот дела, ребятки. Да, вот пишите, я садон на друга перехожу. Пишите, ребята, в комментариях, посоветуйте какие-нибудь фильмы. Ну, пускай, может быть, лет пять, да, такие вот фильмы. Может, исторические, там, есть какие-нибудь такие фильмы про войну, допустим, про деревню, вот такой вот, про охотник. Вот такой мне нравится. Как жизненные, жизненные, такие вот, вот, фильмы. Ребят, пишите, пожалуйста, кто смотрит, пишите, может, я найду тоже где-нибудь. А то я попадаю, поставлю на одни и те же каналы. Оплатить я не хочу, ребята, я знаю, что если, можешь заплатить, можешь фильм смотреть, но я оплатить не хочу, я хочу на халяву смотреть, ну-ка, нормально. Все, ребята, я, в принципе, не хотел видео никакой снимать. Ну, надо все, оно снято. Показался, что я живой. Вот. Ну, все. Сейчас до дома дохата, ребята. Всем большое спасибо, кто же смотрите наш канал. Спасибо тем, кто подписывается в инстаграм, комментарии, того, что много тоже люди пишут именно сегодня, когда я выставил, про то, что, какая погода была там, в общем, много тоже было комментариев. Спасибо, ребята, что вы тоже участвуете и, значит, в инстаграме тоже. Ребята, кто еще не подписался, я делаю сам себе рекламу, кто еще не подписался, внизу будет в описании ссылочка, вы можете зайти и посмотреть, значит, что вольная марка выставляет в инстаграме. Ну, как-то так, ребята. Коротенькое такое видео, сейчас быстренько заплазую его. Пошел я сушиться. Все, ребята, пока. Качество нормально снимает, вроде бы. Глаза, кажется, здоровые. Но, качество, вроде, нормально, или мне так кажется. Ну, в принципе, я другую камеру не снимаю, ребята, за меня тоже спрашивали, ребята, что ты, Вальдемар, не снимаешь на свою камеру, которую, ну, а мы покупали 4К она снимает. Не знаю, что там, я на этом привыкся снимать. Потому что, во-первых, где 4К, она очень долго обрабатывается, когда ты подрезаешь это видео, она так долго обрабатывается, пока она все, ой, так долго, долгая песненька, конечно. Но, в принципе, еще, допустим, видео снял, и выставляет его, хочешь, допустим, только через 3-4 дня, то она нападет. Она очень долго все это нужно делать. Или, может быть, другую программу надо, ребята. Поэтому я привык на свою старенькую камеру снимать. Она тоже снимает ходы, в принципе, все нормально. Надо все-таки стойно ее тоже снимать. Я смотрю, сейчас Малентина должна уже приехать, а то еще дверь открой, и она заедет. Все, ребятки, это точно будет все, покедова. Пошел на домашка отдыхать. Все, пока. Какое-то, ребятки, пока Валентина нет, я вот такой себе сейчас сосиски забузую. Прома, микровелки как-нибудь, на одну руку снимаю, видите, такие вот сосиски. И тут газета лежит. Очень утром я хотела ехать на работу, видите, она была мокрая газета. А почтальон взял, прямо бросил на крыльцо. Чего не закинул почтовый ящик, я взял ее, она все-таки намочилась. Потом я бросил сюда на кухню, думаю, чтобы вода будет стекать, чтобы хоть не намочилось ничего. Вот такие вот сосиски, ребята. Я, ребята, разыграю в микровелке, но они же взрываются. Может, в принципе, и с водой, так, то есть вода есть. А я, этот все, просто одной рукой накидаю сюда. Ребята, пишите в комментариях, вы тоже в микровелке сосиски разогреваете. Она подъехала. Так. После чего показать, как они будут свистеть, и это самое, разрываются. Так, раз. Сейчас, пока, за поставим. чтобы они не разлетелись, по микровелке. за полторы минуты, доставим. Потом я, ребята, включу, когда как они будут взрываться. Васька кричит. Валентина Ивановна приехала, Васька орет. Может быть, вылетит. Валентина Ивановна, еще пройдет. Солнце мы выстрелили. Привет, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Короче, я вам, говорится, разогреваю эти сосиски. Что, они взрывались бы. Вышкости? А? Вышкости? Не хочешь, Валя? А, Валя. Что, Вася? Мяу-мяу-мяу. Краши. Наша Васька. Что, что вы клетки начали, с которыми вчера готовы? Я на работу уже брал. Наша Васька, тоже сочкучился. пельненьки отварить? Ну, пока, Валя, туда-сюда. Миша, здесь надо поемать сосиски. Пельненьки тоже пошел кушать. Валентина Ивановна приехал, побежал. Ребятки, вы тоже покупаете такую горшицу в русском магазине? Ядреная она, хорошая. Сейчас я сосисечки с ней наверну. Видите, такие маленькие дозы. Ну, маленькие, такие баночки. Но она хорошая, крепкая. Иди. Мама зовет, иди кушай. Широй? Пожар. Побежал. Я же куртку повесла свою. Помочилась она маленько, чтобы подсохнет. Поглядим наши зазистки. Нет, эти не взорвались. Маленько полопались. Все, ребятки, на этом будет все. Горячие. Валентина Ивановна сказала, она хотела пельмени отварить. А я уже разогревать начал рейти. Что страшно, пельмени будут туда дальше. Все, ребятки, пока. С вами был Вальдемарка. Ставим лайки, балалайки. А я пойду перекушу и буду видео монтировать. Все, пока давай. Ставьте лайки. За сосиски, что ж они не взорвались. Вот так они выглядят. Бля, муха горячая. Все, ребятки, пока давай.